А что будет с долгами по коммуналке, пока только из реальных действий службы звонят и требуют погашать, огрызаться, подавать в суды? Действительно, у многих людей сегодня долги по коммуналке. Что им делать? Долги по коммуналке. Начнем сначала. На 1 января 2022 года долги по коммуналке составляли 82,6 миллиарда гривен. По моим ориентировочным расчетам, с учетом того, что огромное количество там беженцев, переселенцев, городов, задолженность за коммуналку перевалила за 130 миллиардов. Ее не печатают эти цифры, их нигде нет. Есть только ориентировочные данные нафтогаза, который заявил, что общая сумма долгов за газ населения плюс теплокоммунэнерго составляла на 1 июня 86 миллиардов гривен. С учетом того, что эта цифра еще полгода назад была 60 с чем-то, ну, в общем-то, 20 миллиардов только на газе добавилось. Вот можно, а все остальные цифры не знает никто. Что делать с долгами? По сути, действительно, сейчас мораторий на то, чтобы взимать долги с населения. Но это мало кого останавливает, особенно там некоторых газовщиков, некоторых электриков, которые звонят, урожают. Газовщики время от времени давят на людей отключением. Да, это не было так, как год назад, когда любой газовщик мог выехать. Перед отопительным сезоном были целые банды. В черном приезжали, отрежали болгаркой трубу, ставили этот. И людей просто кидали в каком-то селе, запросто могли оставить без газа. Это нормальное явление. То же самое было электрики. Тогда не успел человек, уехал. Где-то был за границей, приезжает, у него электроэнергию просто взяли, отключили и бросили. Сейчас, конечно, такого нет. Что будет дальше? Ну, вообще трудно что-либо прогнозировать. Вообще непонятно, что даже будет с субсидиями. У нас на этот год заложено субсидии 39 миллиардов, плюс там еще остатки 42,6 миллиарда. С учетом, что у нас 5 миллионов рабочих мест утеряно, то есть это люди, которые не имеют работы. И 8 миллионов внутренне перемещенных лиц, эти все люди требуют, ну, хотя бы половина из них будет требовать субсидий. То есть сумма субсидий на этот год необходима, ну, как минимум 80-90 миллиардов. Денег этой в бюджете нет. И насколько я понял из заявлений Минсоцполитики, ну, Нижняя Оксана Желнович пока ничего не говорила, а предыдущий министр, она даже словно не говорила ничего. То есть фактически я не верю в то, что лютые субсидии будут, как они будут вообще выходить из этой ситуации. Я не понимаю, денег нет, субсидий нет, что делаю с людьми, тоже непонятно. Потому долги будут дальше расти. Какой-то понятной политики. Вот от компании, которые оказывают коммунальные услуги, до потребителя какой-то нормальной политики, разъяснительной политики. Например, пошаговой. Делайте так, делайте так, делайте так, делайте так. Ничего этого нет. Но у нас ее никогда и не было. У нас информационная политика, она всегда была в минус. То есть максимум, что это было, это когда ОСББ создавали, ездили по мэриям и поднимали флаг, вступайте все в ОСББ. А по факту, а что сейчас, тут вообще никто ничего не понимает.